Петербург 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 потому что это часть русского мира, это часть нашего народа, это наш народ. Естественно, когда там происходит государственный переворот или льется кровь, мы не можем относиться к этому безучастно. Поэтому, начиная с ноября 2013 года, я тоже стал очень активно писать именно об Украине. Я и раньше, конечно, об Украине писал, я приезжал туда несколько раз, но это было, конечно, на втором месте. На первом месте была ситуация в России, и большинство моих материалов было посвящено этому. Изменилась ситуация, изменилась и тематика статей. И неожиданно для меня издательство предложило выпустить уже, соответственно, третью книгу, которая состоит из статей и материалов, посвященных процентов на 90-х в Украине. Я, оказывается, незаметно для себя, начиная с конца 2013 года, написал материалов. Там вообще на самом деле получилось две книги, но очень многие материалы сократили. Вот таким образом, когда я писал книгу номер 13, получилась книга номер 14. Ну, вот такие бывают парадоксы в писательской жизни. Поэтому для меня это очень приятное событие, и оно тем приятнее, что неожиданно. Потому что я действительно не думал о том, чтобы книгу оформить в виде книги. Но я надеюсь, что она будет вам интересна. Я надеюсь, что вы ее приняете, так сказать, тепло и хорошо. Потому что мы с «Санкт-Питер» очень спешили для того, чтобы книгу выпустить в книжной ярмарке. Ну, во-первых, тема, собственно говоря, не то, чтобы такая очень, если сказать, что она потеряет актуальность. Потому что я бы очень хотел, чтобы тему Украины потеряла актуальность, ну, начинается прям завтра. Чтобы там уступило покой, успокоение, чтобы мир пришел на украинскую землю. Но как человек, который занимается историей и политикой, я боюсь, что это надолго. Потому что не видно никаких на сегодняшний момент предпосылок, кроме снижения курса доллара и евро по отношению к рублю, которые говорили бы о том, что на Украине действительно в ближайшее время на 105 лет. Те, кто осуществил государственный переворот, Соединенные Штаты Америки, которые все это профинансировали и, так сказать, прокрышевали, они взяли курс на дестабилизацию, на уничтожение Украины как государства. Об этом вчера прекрасно сказал наш президент, выступая здесь на экономическом форуме. Я тоже об этом говорил несколько раз. Если бы американцы и оппозиция украинская хотели бы, чтобы они просто пришли к власти, им для этого не нужно было осуществлять государственный переворот. Янукович уже согласился со всеми изменениями. Нужно было просто президент Янукович, премьер Яценюк, и какой-то переходный период до следующих выборов. Например, год. Ведь плановые выборы президента Украины должны были произойти весной 2015 года. Год вполне как бы нормально могли бы подготовиться все силы по выборам. В крайнем случае можно было бы назначить выборы досрочные. Вместо этого они отказались идти во власть. И буквально через несколько дней осуществили государственный переворот, чтобы тот же самый Яценюк стал премьером. Только уже без президента. Но с сомнительной легитимностью, с нарушенной Конституцией. И, как справедливо вчера сказал наш президент, что выборы сегодня, которые будут в воскресенье, очень сомнительные. Потому что при живом президенте, который не подавал в отставку, который в здравом волне и, в общем, не хочет уходить со своего поста, имея на это полное право конституционное, выборы при живом президенте и другому президенту, ну это, знаете, как бы при живом царе, как бы присягать другому, да? Это, в общем, нарушение легитимности власти. И я абсолютно убежден, что это не случайно. Западу нужно нарушить легитимность, Западу нужно создать несколько центров силы, Западу нужно нестабилизировать Украину. Поэтому, когда мы это с вами понимаем, тогда мы можем делать определенный прогноз. Будет ли хорошо в ближайшее время на Украине, где правит хунта, которую управляют американцы? Нет. Потому что конечной целью американцев, их марионетов, является то, чтобы на Украине было плохо, а не было хорошо. Им не нужна процветающая Украина. Им Украина нужна как поле хаоса, чтобы этот хаос забросить на территорию России, чтобы использовать население, которое там останется не у дел, останется без пенсии, пособия, без работы, чтобы использовать их как материал для создания антирусской России. Вот их конечная цель. Поэтому во всем всегда виновата у них Россия и конкретно наш президент. Конечно, все это не случайно. Конечно, Украина является не конечной целью того, что делают американцы. Это всего лишь трамплин. Это всего лишь начало того, что они хотят сделать. Конечная цель – это Россия. Мы с вами прекрасно должны это понимать. И поэтому, когда нам предлагается подумать на том, какая должна быть политика России в отношении того, что происходит в Украине, мы должны исходить из того, что это прямая угроза всему русскому миру. Потому что если удастся уничтожить русское государство, тогда русский мир будет некому защищать. Останутся какие-то фрагменты, осколки. Мы с вами понимаем, что одна Белоруссия, например, не дай бог, она не сможет выдержать давление Запада. Там стабильный порядок в Белоруссии, потому что Россия во многом помогает белорусской экономике, помогает белорусскому лидеру, и поэтому в Белоруссии порядок, в соседней Украине полный беспорядок. Но такой же беспорядок, такой же хаос они хотят сделать и там. И силы точно такие же, прозападные, но в Белоруссии существуют просто они загнаны в подполье, на них оказывается определенное справедливое давление, чтобы вот эти ядовитые поросли не врастали. Потому что мы видим, чем все это заканчивается. Поэтому Россия должна думать в первую очередь о своей собственной безопасности. Если у России все будет хорошо, то в конечном итоге все будет хорошо и у Украины. И в обратную сторону. Если врагам нашим геополитическим удастся уничтожить, дестабилизировать, разрушить Россию, в Украине ничего хорошего больше никогда не будет. Поэтому на эту тему я писал много, я продолжаю писать и думаю, что буду писать очень много и дальше. Потому что, к сожалению, ситуация никаким образом не разряжается, напряженность продолжается, и возникает все много новых вопросов. Как должна вести себя Россия в ситуации, когда Донецк и Луганске республики провозгласили независимость? Я хотел бы высказать свою точку, коллеги. Россия не должна на сегодняшнем этапе совершенно точно участвовать во внутриукраинском конфликте, в той войне гражданской, которая там разворачивается. Ведь когда мы сейчас говорим о том, что жители Донецка и Луганска перестали быть гражданами Украины, то это они для себя так перестали, а для Киева Киев продолжает их считать гражданами Украины. И поэтому тот конфликт, который сегодня есть, это, в общем-то, классическая гражданская война. Если мы вспомним то, что было в России в 18-м году, то же самое. Была единая страна, потом от нее начали отделяться определенные окраины. И происходили конфликты между, условно говоря, центральным правительством, в котором на тот момент стали большевики, и теми окраинами, которые не хотели жить с той властью, которая пришла к власти в результате государственного переворота. Кстати, очень много параллелей. Я просто напомню вам один факт. Если помните, Владимир Ильич Ленин очень сильно, всякими нехорошими словами, а он был на язык так остер, ругал своих товарищей Каменева и Диновьева, которые накануне октября выступили в одной меньшиней газете со статьей, в которой говорили, что не нужен военный переворот, не нужно осуществлять захват власти враженным путем, потому что на выборах левые силы побеждают. Казалось бы, очевидная вещь. Ленин их истерил последними словами. Ну, потом простил, но все равно в завещании Ленина это все присутствие. В чем был смысл действий Ленина, и в чем был смысл действий Каменев-Зеной, которые не понимали того, что происходит? Наши британские друзья, как сегодня наши американские партнеры на Украине, хотели, чтобы к власти в Российской империи пришли экстремисты. И обязательно пришли незаконным способом. Так же, как сегодняшний путь чистый в Киеве. Чтобы их власть можно было назвать нелегитимной, в России начался формирование различных центров силы, и началась гражданская война. Вот что им было нужно в 1917 году. И поэтому вместо победы на выборах учредительного собрания, ведь там больше всего эсеры собрали всех мастей, левые и правые, дальше большевики, потом меньшевики, то есть здравомыслящие партии на выборах 1917 года учредительного собрания оказались в подавляющем меньшинстве. Казалось бы, зачем было захватывать власть? Пожалуйста, учредительное собрание. Там одни левые депутаты. Можете делать, что хотите. Вместе с эсерами объединитесь, национализируйтесь, земли, заводы национализируйте, что хотите. И вот этого каменью в Зиновию не понимали. А Ленин, уж простите, получил заказ от британских партнеров на нелегитимный захват власти. И поэтому, захватив в октябре власть, большевики через некоторое время разгоняют учредительное собрание, которое, казалось бы, состоит из левых. Но им нужно прервать легитимность русской власти. Вот точно так же сегодня киевским пульчистам нужно прервать легитимность украинской власти. И они ее прервали. Она сомнительна. Поэтому начинается процесс распада украинского государства, который инициировала ни в коем случае не Россия, ни даже не жителей Донецка. Этот процесс инициирован государственным переворотом 21 февраля 2014 года. Вот кто несет ответственность за все, что происходило после этого на Украине. Реакция России на все это, это реакция страны, которая думает о своей безопасности, и определенные шаги она должна предпринимать. Да, мы любим наших братьев на Украине, но мы не можем сейчас рисковать Россией, как Николай II, который отправился защищать братьев сербов в 1914 году под аплодисменты общественности. Был полный консенсус. Все эволюционеры забыли о подрывной деятельности. Но они вспомнили об этой подрывной деятельности в 1917 году, в начале, когда они устроили февральскую революцию по заказу контента из-за границы. Поэтому давайте помнить нашу историю. И 1917, и февраль, и помнить 1917, и октябрь. Я вот слышу там возмущенные голоса, да, одного человека. Он просто не понимает, о чем я говорю, поэтому взмущается. Я отношусь с большим уважением к Ленину, с еще большим уважением отношусь к Сталину. Но это уже другой период истории. Это когда они стали государственниками, когда они восстанавливали страну. Но за это восстановление мы заплатили миллионами жизней. Миллионами жизней в Первой мировой войне, миллионами жизней в гражданской разрушенной экономике. И разговоры о том, что, да, Советский Союз, конечно, стал сильнее, чем... Очевидно. Но кто может сказать, что Российская империя не могла бы стать сильной, если бы она не прошла через вот это колоссальное кровопускание нашего народа. Когда погибли миллионы лучших сынов, война всегда забирает лучших. Они первыми идут на борьбу. И удалось строить между собой две части одного народа. Только сейчас эта гражданская война в головах немножко так подзакончилась. И тут ее начинают уже на новом уровне. Теперь противопоставляют не белых-красных, как бы там классовая борьба, а теперь противопоставляют некие частью единого русского народа. Украинцы против русских. Это недопустимо. Украинцы это такой же для меня русский, как белорус, как русский. Это один народ, совершенно четко. Я об этом говорил, хочу повторить еще раз. Если с той стороны, со стороны киевских пульчествов постоянно идет пропаганда ненависти к русским, к России, к нашему президенту, то со стороны России этой ненависти нет. Там прыгают, кто не скачет, тот москаль, да? У нас никому в голову не придет прыгать, кто не прыгает, тот украинец. Ради бога, пусть украинец. Что ж плохого-то? Опять напомню. Губернатор нашего родного Санкт-Петербурга, Полтавченко, украинская фамилия, губернатор Ленинградской области, Дрозденко, украинская фамилия, глава Совета Федерации, Валентина Ивановна Мадвиенко, еще одна украинская фамилия. То есть у нас в руководстве России украинцев не считано. Почему? А потому что мы никогда с вами не задумываемся, украинец или нет. Я уверен, что я сейчас назвал вам фамилии, вы задумались с этой точки зрения, но вы же никогда не воспринимали этих государственных деятелей, как украинцев. Это государственные деятели России. Да, они украинцы, у них корни украинские, очень хорошо, один на гре. То есть у нас нет никакой в Украине нелюбви. Есть священная ненависть к фашистам, которые убивают людей. Да, вот с этими нам разговаривать не о чем. Как не о чем было с ними разговаривать в 45-м году. И в 41-м тоже не о чем было разговаривать. Но у нас к немецкому народу претензий не было. Уж какие могут быть претензии к народу Украины. Поэтому многие из тех материалов, которые я писал, они вошли. В эту книгу многие не вошли. Поскольку этот тираж мы делали в специальных выставках, то сейчас пройдет еще какой-то период времени, когда эта книга будет изгнена более массовым тиражом. Потом мы немножко, может быть, о грехе в ней подделаем. Потому что, ну, действительно, в ударные сроки она не писалась, а версталась. Очень-очень все было оперативно. Поэтому я думаю, что сейчас нам с вами особо долго меня слушать нам не стоит. Давайте мы обменяемся мнением. Несколько вопросов друг другу зададим и перейдем в формат автограф-сессии. Потому что, во-первых, здесь немножко нужновато. Это первое. Во-вторых, здесь очень много других площадок, на которых тоже выступают интересные люди. Я думаю, что стоит их послушать. И самое главное, мы здесь немножко ограничены лауреем. Поэтому я сразу хочу сказать, что у нас как золушку через определенное время попросят отсутствие. Ну, не смысл, что мы в тыкву с вами превратимся, да? Или, не дай бог, в крысу. А в смысле того, что вот здесь наша автограф-сессия имеет определенную продолжительность. Я сразу хочу сказать всем, кому я не успею подписать к ним, просто перейдем с вами на стенд издательства Питер, и я всем подпишу. Никто не уйдет без автографа. Просто это может быть немножко по месту разнесено. Пожалуйста, а какие вопросы у вас есть, уважаемые коллеги? Пожалуйста. Вы скажите, я повторю. Хорошо, давайте. И мы жили, вот все летом мы жили, вот что давай свой русский мир свой русский мир в своей семье, среди других, в городе. И мы очень счастье это, что Россия может живать домой. Ну вот мне вопрос, пожалуйста. Вот здесь, знаете, вот такие вот вопросы, что вот от того, что нас выезжали, выезжали как блестящий, то получается из-за нас вот складывается Крым. Как мы сейчас, ну мы сами тут и не знаем. Ну что, что из-за вас Украина не поняла? Вот складывается Крым. Вот из-за того, что Восток поднялся, если бы не уйдет, вот из-за этого не было. Ну, во-первых, я хочу сказать, что не то, что, как вы сказали, Крым кто-то забрал, да? Крымчане сами решили свою судьбу, и Россия помогла им только обеспечить безопасность. Действительно так. Я был в Сумферополе и видел, как люди, что-то, бегом, бежали на референдум, вне зависимости от своего возраста и физического состояния, да? Уважаемый коллега, вы позвольте, я отвечу на ваш вопрос. Если у вас есть еще вопрос, вы его еще раз зададите. Значит, совершенно неправильно думать, что то, что происходит сейчас на Юго-Востоке, в этом каким-то образом виноваты крымчане. Конечно, нет. Я уже сказал, что в распаде украинского государства виновата псевдо-украинская оппозиция, финансируемая, опекаемая Соединенных Штатов Америки. У них не было никакого повода, для того, чтобы осуществлять государственный переворот. Но давайте вспомним, с чего все началось? Не подписали капальный договор. Так прошло уже, сколько там, три месяца, он до сих пор не подписан. Если все было ради этого договора, так чего же вы не подписываете Цинюн? Подписали какую-то декларацию, назвали политической частью. Ну, что это такое? Это просто какая-то абсолютно политическая проституция, если вспомнить Владимира Ильича, который прямо называл эти вещи. Никакого смысла осуществлять государственный переворот, когда тебе власть уже отдают? Нет. Но им нужно было сделать все не так, как легитимно, им нужно было сделать так, чтобы это привело к распаду украинского государства. А дальше начались репрессии со стороны тех сил, которые обещали власть. Они начали запрещать русский язык. Ну, это, знаете, волна революционного террора. Вот именно так. Там сожгли дом, избили депутатов, там еще что-то, мы приедем туда, наведем порядок. Это естественная реакция людей, которые видят весь этот ужас. Они же понимают, что произошел государственный переворот. Эта власть незаконна. Они хотят от нее дистанцироваться. Тем более, что она выступает под ультра-националистическими лозунгами, которые большинство украинцев, вне зависимости от места их проживания, не разделяют. Вот и начался процесс кристаллизации этих сил. Но он на Юго-Востоке идет более болезненно и медленно. Это по многим причинам. Потому что там, во-первых, больше этнических украинцев, которые пропитались определенными идеями украинства, которые насаждались 20 лет. Именно как противопоставление русскости. Вот в Советском Союзе, в Российской империи никто никогда не противопоставлял украинца и русского. Был малоросс, великоросс, белоросс, все это один народ. Никого противопоставления нет. То есть, народ один, но одна из ветвей его. Здесь же противопоставление. Ты не должен говорить по-русски, ты не имеешь права писать по-русски, ты должен документ по украинской жизни. Насилие. В Советском Союзе не было насилия на языковой или национальной почве. Ни в Прималте, ни в Тимоле, ни на Украине. Там прекрасно все изучали украинский язык. Кто хотел в большей степени, кто не хотел в меньшей степени. Поэтому не надо думать, что на крымчанах есть какая-то доля вины. Здесь определенные географии играют роль. В Крым всего два въезда. Их легче держать под контролем. В Крыму находились российские части, которые никого там не заставляли, но их само присутствие являлось фактором стабильности. Ну, понятно, что если приедут боевики с оружием, они начнут ехать в Севастополе полить из автоматов, то им не дадут это сделать. Просто физически, да? Просто их ликвидируют. Потому что этого не должно быть. Поэтому и географическое положение Крыма, плюс его состав, плюс его особая история, и особый дух привели к тому, что в Крыму этот конферендум прошел вот так легко. А в Донецке, в Луганске элементарно сегодняшним властям, которые отделяются от Киева, они не могут контролировать эту территорию. Поэтому туда постоянно приезжают боевики. И видите, там начинается полная анархия. Уже украинские военные обстреливаются украинскими же боевиками. Все ходят без масок, без знаков различий. Ничего не понятно. Представьте себе, ну что это за армия страны, которая по своей территории входит в масках? Что они боятся? В конце концов, что они боятся? Значит, чувствуют что-то не то. Если можно, скажем там, армию Луганской республики понять, они пока одевают маски, потому что есть угрозы для их семей и так далее. Не то многие без масок ходят, дают интервью и не боятся. Но украинским-то военным, что кто-то угрожает их семье в Житомире или во Львове? Леша нет. Ничего этого нет. Поэтому начинается вот эта хаотизация Украины, которая была нужна американцам. И, к сожалению, об этом тоже прекрасно наш президент говорил, что не о чем говорить в Киеве. Они не субъекты, это объекты. Поэтому разговоры идут с американцами. Вот сейчас очередные ходы сделали. Россия заключила договор с Китаем. Многие десятилетия вперед по хорошей цене будут строиться дополнительные инфраструктуры. И получается уникальная ситуация. Мы весь объем газа, который поставляем в Европу, теоретически через очень небольшой промежуток сможем продать в Китай. И, как говорится, можете закрывать эту украинскую трубу, пожалуйста. Есть северный поток, потихонечку строится южный и газ в Китай. Все. Шантажировать нас этим не получится. Обратите внимание, какая реакция со стороны американцев. Подписание договора и на следующий день в Ульгурской автономной области два автобуса врезаются в толпу людей на рынке. Это то, о чем я писал в книге геополитики. Последняя глава посвящена Ульгурскому автономному округу. Вы можете быть провидцами. Как только Россия заключает с Китаем договор, сразу можете говорить, завтра в Ульгурской автономном округе что-нибудь взорвется или произойдет нехорошее. До этого по-моему полтора месяца назад тоже подписание определенных соглашений с Китаем на следующий день 20 человек с огромными ножами на вокзале начали резать люди. То есть это вот сразу такая реакция от бессилия Соединенных Штатов Америки. Они не могут Китаю нанести какой-то ущерб, но у них есть возможность существовать террористический террор. Вот, собственно говоря, все. и говорить о том, что это случайность. Ну, друзья мои, слишком много знаете случайностей. А в геополитике случайностей не было вае. Особенно в геополитике какого-то. Пожалуйста, еще вопросы. Да, девушка, сейчас передадим вам микрофон. Здравствуйте, я хотела спросить, что вы сейчас читаете, я имею в виду художник-китающий. Раз. Я слышно. Слышно. Что вы сейчас читаете, я имею в виду художественную литературу. И каким средствам массовой информации доверяется, если это можно. Спасибо. Значит, что касается того, что я сейчас читаю. Я художественную литературу читаю крайне редко. И поэтому в качестве художественной литературы у меня сейчас мемуары маршала Маграмяна. Вот. Написаны интересно, местами захватывающие. как говорится, рекомендую. Ну, побочная единственная, так сказать, критика. Там очень много таких фрагментов, которые ну, туда написала советская пропаганда, да, причем пропаганда вот, ну, так и не очень качественная. То есть, ну, представьте, маршал, тогда генерал, да, руководитель высокого уровня. Он рассказывает о первых днях войны, рассказывает, как все разворачивается, и дальше он целыми страницами начинает рассказывать такие вещи, которые как-то надо по-другому подавать. то есть, на этом направлении у нас стояла такая-то батарея, и политрук Сидоров сказал своим солдатам ни шагу назад, и вот тремя снарядами на них ехало три танка, они три танка эти подбили, а потом последние гранаты они себя подорвали. И вот так три страницы. это подвиг, но он как-то подается так, знаете, вот в перечислении, и как-то этот подвиг выглядит не так масштабно, как он должен выглядеть, потому что именно этих героев мы, может быть, и не всегда знаем, которые в первые дни войны совершали, и, может быть, в конце книги надо перечень дать, кого наградили, кто герой Советского Союза, в каком месте. Вот он сбивается, и получается, знаете, не маршал должен вот это рассказывать в своих мемуарах, ведь мы хотим узнать о его полководческих решениях, почему окружение нашей армии уграниц, вот это нас волнует, то есть получается некое смешение стиля, но в целом книга очень интересная, ну и, конечно, давайте вспомним, в какой прежний период выходили эти мемуары, но не все писали так, я вот в качестве примера вспомню мемуары маршала Голованова, Ярослава Голованова, да, нет, не Александр Голованова, прошу прощения, который командовал дальнепомбардировочной авиацией УСУ Сталина, я считаю, это лучшие мемуары дальнепомбардировочных. Значит, что касается, первого вопроса я вам ответил, что касается источников информации, которым можно пользоваться, вот здесь, понимаете, есть два способа получения информации, первое, вы чистый лист, вы не понимаете, что происходит, или у вас смутное представление, то, что вы читаете, находит отражение в вашей голове, то есть СМИ формируют ваше отношение к происходящему, вашу точку зрения. Это очень опасно, потому что в состоянии чистого листа вам в голову будут написать все, что угодно. и второе состояние, на мой взгляд, правильно, когда вы понимаете, что происходит, а средства массовой информации просто дают вам текущие материалы для понимания того, что сейчас происходит, в Союзе, вот это важно. То есть для вас очевидно, что государственный переворот сделали Соединенные Штаты Америки, и вы просто находите на подтверждение, когда это печеньки разгромят, и закрывают глаза на нарушение украинской консистенции. Вот в этом смысле. Ну, сейчас, конечно, наши российские основные информационные агентства и телевизионные каналы занимают пророссийскую позицию, что уже приятно. Это хорошо. Либеральные, как всегда, уходят в сторону. Ну, например, с этим скандалом безобразным предъявлением украинцев, которые задержали съемочную группу канала Live News, казалось бы, как должны выступать либералы? Должны фотографироваться вот в той акции, да, они же любят твиттеры, хэштеги, фейсбуки, в поддержку журналистов. Это же нарушение свободы слова. Арестовали людей, значит, держат их непонятно где, непонятно каких оснований. Вместо этого совестный канал РБК печатает, как доказанный факт, что они были пойманы, в багажнике у них лежал противоземительный ракетный комплекс. Есть такие факты, когда подкидывают наркотики человеку, но, конечно, либералы о них никогда не слышали. Никаких доказательств нет. Просто украинцы говорят, у них был этот ПЗРК, тем более, тут еще написали, он польского производства, что вообще как-то непонятно. Вот люди, вот положили рядом с ними какие-то вооружения, и все, это единственное доказательство. То есть, они защищают журналистов только тогда, когда эти журналисты наносят ущерб нашей государственности. Если эти журналисты являются свидетелями преступлений государства, которое борется с Россией, а сегодняшняя фунта борется с Россией, и в антироссийских целях приведена к власти, то их, как неугодных свидетелей, можно убирать. Пока, слава богу, их убирают просто живыми. Но если не протестовать против этого, журналистов просто начнут убивать на Украине. Ну, задайте себе вопросы, кто убирает свидетелей? Преступник. Любой другой журналистов бы этих отпустил уже давным-давно. Тем более, опять же, как американцы себя ведут, ой, а мы не слышали, собственно говоря, да, а где там журналисты? То есть, когда Навальному свет выключили, там, условно говоря, они знают через пять минут об этом. И протестуют всем миром и всем посольцам. А когда журналистов захватывают в зоне, значит, где идут боевые действия, они ничего не знают. всегда у них знание такое выборочное. Ну, давайте еще последний вопрос вам, кушке. Глава, у меня два вопроса. Первый вопрос. Понятно, что заинтересован в расширении конфликта никого не влетела в свои территории чужими руками. Понятно, что главный секс в отношении своего дома. И на вопрос, каким образом исполнить фаузу и полюсия он может разъяснить могут в том. Вот механизм таков. Как они смогут убрать эти нолики из своего компьютера? И второй маленький вопрос касаемый Украины. Если Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в мире, а они не заинтересованы в нем, и все чудеса нашей российской дипломатии, они как бы уходят впустую, каков ваш прогноз развития ситуации на Украине и что в ближайшее время нужно ожидать? Спасибо. Ну конечно мне в нескольких минут будет сложно объяснить вам механизм записания государственного долга, но давайте опять пример берем из истории. 29-й год, черный четверг, по-моему, или понедельник в Соединенных Штатах Америки, то есть вот эта депрессия великая, все падает, все рушится, индексы падают, у государства Соединенных Штатах Америки большой государственный долг, там люди умирают от голода, говорят, что это миллионы людей, но это, видимо, страшная государственная тайна Соединенных Штатах Америки. Выстраиваются очереди, работают за еду, но вы видели эти все фотографии, что говорили. Дальше начинается Вторая Левая война, и Соединенные Штаты Америки уходят из этой войны наиболее сильным промышленно развитым государством. Они получают военные заказы, они датируют сусельское хозяйство продукты, еда, продовольствие туда поставляются. Они под шумок, допустим, с Великой Британией заключают договор, отдают 20 старых эсминцев, вместо этого получают базы. Они оккупировали Исландию, потом ушли, конечно, но, знаете, когда говорят, что Сталин оккупировал, значит, Иран, забывают сказать, что англичане тоже полуирана оккупировали. А то, что Соединенные Штаты Америки Исландию оккупировали, об этом вообще молчат, кстати, очень важно. Смотрите, просто один штрих. Англичанам и американцам нужно подтолкнуть Гитлера напасть на Советский Союз. Значит, все недружественные действия в отношении Гитлера, они не осуществляют, демонстрируя дружелю. Так вот, в этом же контексте очень понятно. Я, может быть, да, ты ошибусь, но не больше, чем на день. Если не ошибаюсь, американцы оккупировали Исландию 25 июня 41 года. То есть, если бы они оккупировали 20-го, то Гитлер бы подумал, слушайте, что-то как-то... Зачем они это делают? Чтобы конвои свободно шли из США? Зачем? Ну, внимайте, да, то есть, ну, как говорится, Адольфик, волнуйся, спокойно нападай. Как только напал, ляпался во все это, все, сразу американцы высаживаются. Это была, кстати, чистая оккупация. Просто приплыли, высадились, не спрашивали ни правительства, ничего. Да? То есть, им это как будто можно было. Вы спрашиваете о прогнозах того, что сейчас будет в Украине. Это самое неблагодарное. Вот даже не хочется делать прогнозов, которые связаны с человеческими жизнями. Хочется, чтобы наладилась жизнь. Но не видно пока политической силы, я очень надеюсь, что она появится, которая освободит Украину от фашистов. Ведь сегодня быть призванным в украинскую армию это очень опасно для жизни. И это связано не с тем, что направляют в зону моих действий. Хотя я, вы знаете, к ужасу своему стал получать очень много писем от людей с Украины. Мне пишут очень много. А вот конкретно, например, у меня есть один человек, с которым я переписывался. Это офицер. Он офицер аэромобильной бригады, грубо говоря, десантов. И их бригада находилась где-то в другом месте. Она стояла на границе Крыма. И вот он мне написал два дня назад нас перебрасывают на Москву. Вчера приходит письмо от молодого человека. Он, по-моему, 19 или 20 лет. Ну, что-то вот в таком духе. Он заканчивает техникум. И вдруг пришли из военкомата к окончанию. И все всем раздают повестники. И он юридически грамотно говорит, это незаконное решение, потому что эта власть незаконна. Вы представьте, какие человеческие трагедии там разворачиваются. И вот этих вот мальчишек берут в армию, дают им автоматы, отправляют. А когда они отказываются, стреляют по воде, приезжают комиссары нынешние, правый сектор, и устраивают показатели и казни. Мы когда-нибудь узнаем правду о том, что там сейчас происходит. будет выпущена какая-нибудь милая книга о тех изверх, которые были осуществлены. Но вы представьте, что это такие же люди, как мы, которые точно так же жили в точно такой обычной парадигме. Кругом все хорошо, кафе, рестораны. И кафе, рестораны-то дальше работают, но вот километр от этих ресторанов уже из танков стреляют. Вот в чем ужас. Война становится какой-то, знаете, какой-то ненастоящей, как компьютерная игра, прямые трансляции с поля боевых действий, жертвы где-то за кадрами. Мне кажется, что все-таки мировые средства массовой информации введут все народы мира в большой войне. И поэтому жертвы они где-то там далеко, чтобы не пугало все это людей. Как-то, вы знаете, как игрушечное все это представляется. Вот в чем, на мой взгляд, ужас того, что сегодня происходит на пройдет. дай бог, чтобы все это закончилось. Но идя сегодня в украинскую армию, вы более вероятно получите пулю от своих же. Либо вы должны стать убийцей, может быть, мирных жителей. И это может быть парадокс, но переход на сторону Донецкой Республики для военнослужащего может сохранить ему жизнь. Вот в чем ужас. Но сегодня пока армия украинская, она, ну как дисциплинированная структура, она не может этого сделать. Я думаю, что все мы надеялись на Виктора Януковича, который все-таки верховный главнокомандующий, да, который мог бы появиться на Украине и легитимизировать переход украинской армии значит в подчинение другой власти, нежели нынешней Киевской. Но, видимо, мне кажется, что он уже совсем полностью деморализован и, что называется, уже списан в исторический пути. Ну вот, да, вот оказался такой человек, я думаю, что именно поэтому американцы его к власти и тащили. Я просто в завершение нашей встречи скажу несколько слов Януковича. Это огромное заблуждение думать, что Янукович когда-либо был пророссийским политиком. Он никогда не был пророссийским политиком. Просто были ярые националисты проамериканские и были такие националисты проамериканские лайт, которые вели определенную риторику, чтобы собирать голоса юго-восточного электората, в основном русскоязычного. Вот я вчера выложил фрагмент своей полемики с Порошенко. 2012 год. Один из каналов Украины. Но я хотел другого сказать. То, что там осталось за кадром, можно найти, посмотреть, но там очень большой ролик. В основном говорят по-украински, поэтому вы поймете большинство. Может, мне вообще с ним что там было? Речь шла о том, куда идти, евроинтеграция или в таможный союз? Я был единственным, кто говорил, что надо идти в таможный союз. Вообще единственным. В студии был еще один политолог, который говорил, что надо все взвесить, но он выступал со здравых позиций. Все остальные как загубенные, как заведенные. Значит, только Евросоюз, только Евросоюз. Послушайте, что Порошенко говорил. Мы газ добудем, все у нас будет хорошо, Европу у нас примут. Прошло два года, да, газа прямо вот так вот, в Европу прям в очереди стоят. Ерунда. Но ужас был не в этом. Я говорил об этом, хочу почерпнуть еще раз. Выходит представитель партии регионов, а тогда были все они были регионов. Порошенко член партии регионов, министр экономического развития. Наш выбор это евроинтеграция, тля-ля-ля-ля-ля. Выходит представитель Соболев партии Батьковщина. Это тот самый, который говорил, что украинские военные такой хитрый маневр в Человинском провели, значит, под видом ПМВ, ПМП отдали, да, и заехали. Это вот хитрый маневр, да, это вот тот самый. Мы за евроинтеграцию. Выходит партия регионов опять какой-то. Мы за евроинтеграцию. Все говорят одно и то же. Партия регионов твердила, что она за евроинтеграцию. И, конечно, они все внушили народу Украины, что евроинтеграция очень хорошо, все говорили. А потом вдруг такой крутой вираж, плюс американские деньги, плюс подготовленные проплаченные деньги и все. А что касается Порошенко, просто напомню, смотрите, человек с одной стороны штаб возглавлял Ющенко, потом был министром у Ялаковича, а потом стал спонсором Майдана против Ялаковича. Ну, как говорится, клеймо некуда ставить. Это называется новая власть. Я уверен, что разочарование в этой фигуре, если он победит, конечно, в президентских выборах, будет моментальное. И тогда вообще не останется никого на политическом поле. Должны прийти новые, молодые, которые не замешаны во всем этом. Вот они должны были доводить Украину из того кризиса, в который ее погрузили американцы. На этом, уважаемые коллеги, давайте мы нашу встречу закончим и перейдем с вами в формат уже автопроцессии. Только давайте это так сделаем, чтобы здесь много